Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтраки в городе Чей. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня мы приготовим полезный и вкусный завтрак. Все как обычно. Сегодня мы приготовим овсянку не совсем традиционным способом. Один из рецептов похожих я уже вам рассказывала, делилась с вами. Сегодня мы приготовим очень похожий, но немножко по-другому. Сегодня будет опять-таки овсяная каша. Я возьму хлопья. Обычные хлопья. Я возьму банан. Сейчас мы приготовим овсянку таким образом, что ее не нужно готовить утро. Каша готовится с вечера. И утром ее необходимо просто достать с холодильника. Мы возьмем банан. Нам его необходимо размягчить. Можно использовать блендер. Можно справиться вручную, потихонечку размять вилочкой. Конечно, лучше брать спелый банан. И тогда придется приложить меньше усилий, нежели я сейчас стараюсь. Вот так вот. Разминаем банан. Очень вкусно пахнет бананом. Сразу какой-то запах мороженого десерта. Так, мы превратили его в пюре. Теперь мы отправляем сюда же хлопья. Я добавлю буквально пару ложек. Именно столько я готовлю для себя утром. Ну, точнее, с вечера, да? Ну, или утром, когда мы готовим привычным способом. Поэтому количество крупы, количество ингредиентов в целом вы уже регулируете по собственному желанию. По количеству членов семьи и так далее. Вот так у нас получилось перемешать два ингредиента. Сюда же я добавлю молоко. Хорошенечко размешиваем. Вот так. Добавляем орехи или семена льна. Сегодня у меня нашлись семена льна, поэтому я их отправляю туда. В принципе, эти семечки я добавляю очень часто в завтраки. Считаю, что это очень полезно и очень вкусно. Дальше мы берем оставшуюся часть банана, нарезаем ее кружочками. Здесь уже попроще. Так, мы отправляем банан в стаканчик. Как вы догадались, мы выкладываем слоями банан и кашу. Да, банан присутствует уже и в каше самой, но я считаю, что банана много не бывает. И когда он чувствуется крупными кусочками, это дает такой интересный вкус нашему полезному блюду. Выкладываем оставшуюся кашу. Присыпем еще чуть-чуть семечками. И если вы иногда позволяете себе немножко побаловаться шоколадом, то я предлагаю порубить мелко шоколад. И добавить его сверху. Сегодня я устрою себе праздник. Отправляем шоколад. Блюдо желательно готовить в баночке, у которой имеется крышечка. Для того, чтобы убрать все это в холодильник, чтобы не было никаких посторонних запахов на утро. Закрываем плотненько крышечку. Блюдо стоит минимум 6 часов. Пропитывается. И как раз к утру блюдо уже готово. Приятного аппетита! Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова